Непонятными и печальными назвали требования Киева в Грузии. Глава украинской партии, слуга народа Рахамия, заявил, что Тбилиси должен вернуться Акашвили и прекратить прямые авиарейцы в Россию. Грузинские власти предложили отправить к ним с украинской территории бывших грузинских чиновников, осужденных за должностные преступления. Георгий Джабишвили обо всем подробнее. Президенция президента Грузии в ожидании непростого выбора. Возможно, уже в самое ближайшее время главе государства Соломезу Робишвили придется принимать решение, от которого может зависеть ее дальнейшая политическая судьба. Речь о помиловании экс-президента страны Михаила Саакашвили. На этом сейчас даже не настаивают, а в один голос требуют США, Европарламент и, как ни странно, власти Украины. На грузинскую мечту, правящую партию страны, оказывают давление и угрожают санкциями. Если западные партнеры в Тбилиси в лице некоторых депутатов Европарламента в содержании Саакашвили за решеткой видят нарушение принципов гуманизма, ведь в комфортабельной частной медицинской клинике одиозному заключенному становится все хуже и хуже, то вот особый интерес официального Киева в помиловании экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области не совсем понятен. Для чего он нужен им? Чтобы Грузии создать напряженность, дестабилизацию и создать угрозу у границ России. Они хотят всячески втянуть Грузию и граждан Грузии в этот конфликт. Для этого им нужен, естественно, Саакашвили. Саакашвили же никогда не думал о грузинском народе. У него есть свои кураторы, и как кураторы скажут, так и он будет делать. Его, скорее всего, выдворят из Грузии, потому что он не гражданин Грузии, он гражданин Украины. Он может приехать в Украину и снести самого Зеленского. Поэтому им нужно сто раз подумать об этом. Помилование Саакашвили – это лишь часть требований к президенту Грузии, которые периодически доносятся из Верховной Рады Украины. В Киеве видят Тбилиси исключительно антироссийским. Предлагают прекратить прямое авиасообщение с Москвой и присоединиться к санкциям. Это будет экономический характер для Грузии, потому что Россия является главным партнером, торговым партнером для Грузии. Если грузинское правительство пойдет на то, что оно объявит экономические санкции против Российской Федерации, это резко осложнит экономическую, да и социальную ситуацию в Грузии и политическую ситуацию вслед за этим. Чего добываются как раз те политические силы, которые хотят реставрацию здесь профашистского режима. Правда, действующий президент Грузии Соломезу Рабишвили, хоть Россия и явно не симпатизирует, в вопросе с Саакашвили пока занимает жесткую позицию. Ранее заявила, что решение о помиловании не примет ни под каким давлением. Иначе, как считают эксперты, электорат ей этого не простит. Уж слишком глубокий и кровавый след в истории страны оставил Саакашвили за почти 6 лет своего президентства. Где он сидит? Как он сидит? В пятизвездочном госпитале? Как не сидели? Я сам хорошо знаю это все. Я слышал, я смотрел, что он натворил там. Не знаете, когда вот честью, да, когда кто-то тебя ломает, когда ломают, когда хотят из себя, чтобы все сделать, знаете, какие там были питания? Знаете, какие там были моральные это все? А где мы там сидели? Как там сидели, ребята? Как там сидели мужики? Как там сидели? И представляете, Георгий, послушать, как мужик, как человек, мужик, как кричит, что не сдается. В период правления Саакашвили Мираб Чикашвили был активным участником оппозиционного движения, участвовал в акциях протеста, за что дважды был арестован. Убивали людей вот тут, в Тбилиси, убивали людей. Кого-то там сажали в тюрьму, там питали. Была статистика такая. В 2011 году около 157 или 150 заключенных были найдены мертвыми. Ну, умерли. А знаете, что было там написано? Какая была причина? Самоубийство. Я извиняюсь. Самоубийство? 157 человек заключения убили себя? И кажется совсем не случайно, что история вокруг возможного помилования Михаила Саакашвили с новой силой набирает обороты именно сейчас. Грузия готовится к осенним парламентским выборам. И окажись ее экс-президент на свободе, расклад сил на политической арене мог бы существенно измениться. Георгий Джабишвили, Михаил Шрам, специально для телеканала «Звезда» из Грузии. Продолжение следует...